Всем привет из Франции и добро пожаловать на мою кухню! Сегодня мы с вами будем тушить говядину с грибами, овощами и копченым беконом. Итак, какие же продукты нам понадобятся? У меня здесь 500 грамм говядины, затем я буду брать один листик лаврового листа, 100 грамм бекона, это вот эти вот пять таких очень тоненьких полосочек, затем примерно 150 грамм грибов, у меня обычные замороженные шампиньоны, две средних моркови, одна большая или две небольших луковички, зелень укропа, зелень петрушки, немного оливкового масла для обжарки, ну и естественно соль. Также нам понадобится 100 грамм томатного пюре и упаковочка, вернее вот такая вот баночка небольшая обезжиренных жидких сливочек. Ну и приступаем к приготовлению вкусного мяса. Итак, мясо нарезаем вот такими порционными небольшими кубиками, бекон тоже нарезаем на полосочки, морковь натираем на крупной терке и лучок режем кубиками. Поскольку, как вы видите, бекон у меня, ну практически не жирный, и я добавляю в глубокую сковороду одну столовую ложечку оливкового масла. Ну и ставим сковороду на огонь и будем обжаривать мясо вместе с беконом. Сделаем большой огонь, у меня это девяточка, и выкладываем сначала бекончик, там если есть где жирок, пусть он немножечко вытопится. Если более жирненький у вас бекончик, то масло наливать абсолютно не нужно. У меня он просто два пластика только с жирком, а остальное все мясное. Как только бекон стал прозрачным, добавляем к нему мясо. Как только мясо подзолотилось, добавляем в сковороду лук и морковь. И продолжаем обжаривать мясо вместе с овощами до мягкости, до мягкости овощей. Для аромата добавляем зелень петрушечки. Кладем лавровый листик и немножечко все подсаливаем. Второй раз досолим, когда уже мясо будет тушиться в соусе. Ну и перемешиваем, естественно, сейчас. Ну, морковь и лучок у меня помягчили, и сейчас добавляем грибы. Вы знаете, даже если они у вас, как и у меня, размороженные, даже, вернее, замороженные, размораживать даже не советую, потому что вот этот вот сок, водичка, которая в них содержится, она даст бульончик такой грибной, и наша вот эта вот мясо-овощная смесь будет тушиться в этом грибном бульончике. Так, ну и сейчас дотушиваем до мягкости грибов, а потом будем заливать все это соусом. Как только вся жидкость испарилась, добавляем томатное пюре, перемешиваем и добавляем примерно стакан воды. Ну и вот наш соус практически готов. Оставляем тушиться мясо в этом соусе примерно, ну, где-то на час, на полтора. Вот столько должно получиться у вас соуса. Много воды лить не нужно, как я уже сказала, одного стакана достаточно. Лучше ее добавлять по чуть-чуть по мере выкипания. Ну и закрываем крышечкой и тушим полтора часика. Прошло примерно полтора часа, мясо стало мягким. Я добавляю зелень петрушечки и укропчика. Так, ну и добавляем сливочки к нашему соусу. Так вот, сейчас посмотрим, сколько обычно я добавляю полностью весь пакетик. Это 200 грамм. Думаю, сегодня этого будет достаточно. Оставляем протушиться примерно пять минут, чтобы сливочки хорошо соединились с соусом. И наше мясо готово. Ну вот, нежнейшая говядина, тушеная, с грибами, овощами и беконом готова. На гарнир к ней у меня сегодня гречневая кашка. Ну и будем сервировать наше блюдо. Ну вот и готова к подаче моя говядина, приготовленная в соусе с грибами и копченым беконом. Подавать ее я сегодня буду с овощами. Это помидоры, огурцы, брокколи, листики базилика и гречневая каша. Подливка у этого мяса имеет такой насыщенный вкус благодаря грибному бульону и копченому бекону. Надеюсь, рецепт вам понравится и вы будете готовить его с удовольствием. Ну и как всегда, до новых встреч на моей кухне!